Здравствуйте! Вы смотрите новости телекомпании «Сампа» в студии Максим Алиев и сейчас коротко о некоторых темах этого выпуска. Три золотые и две серебряные дельфийские игры принесли пять медалей нашим землякам из Карелии. Ну что это такое? Это лицо Петрозаводска. Я бы, честно говоря, выбер на берег любого судна и задумался, стоит ли идти дальше. Об облике Петрозаводска замолвите слово. Кандидаты в мэры города продолжают обсуждать лицо столицы Карелии. Сейчас мы будем приходить в единую систему. И для нас это, конечно, очень большое подспорье в работе. Кассы обретают интернет-форму. Карельские театры готовятся продавать билеты на свои спектакли через всемирную сеть. Петрозаводские власти объявили новый открытый конкурс на организацию выполнения регулярных пассажирских перевозок по городским маршрутам. Информация об этом появилась вчера на официальном сайте городской администрации. Конкурсная документация появится на портале уже в ближайшие понедельники. До 24 июня все желающие должны успеть подать заявки. На этот раз выигравшие получат право перевозить пассажиров сразу на три года. В прошлый раз было поставлено ограничение в шесть месяцев. Напомним, что итоги того конкурса вызвали массу нареканий у местных автоперевозчиков. И даже вылились в акции протеста. Проигравшие маршрутчики жаловались, что многие петрозаводчане, работавшие в этом бизнесе, останутся не у дел. Местная администрация в свою очередь указывала на ошибки, допущенные проигравшими участниками конкурса при оформлении заявок. Проведенная по настоянию общественности прокурорская проверка не дала повода к отмене результатов конкурса. И сегодня мы спрашиваем у вас, улучшилась ли в последнее время работа маршрутных автобусов. Заходите на сайт сампо.тв и голосуйте. Результаты, как обычно, подведем завтра. К другим темам. Очередной тур предварительного голосования за кандидатов на пост мэра Петрозаводска прошел в микрорайоне Куковка. Кандидаты набираются опыта в обмене претензиями, но это пока не влияет на их общий рейтинг. По итогам 17 туров Праймерис тройка лидеров остается неизменной. Очередной тур Праймерис, как всегда, не обошелся без провокационных вопросов. Одних кандидатов проверяли на знание законов, у других пытались выяснить факты их биографии. Сами претенденты тоже были настроены не совсем миролюбиво, особенно по отношению к действующему мэру Петрозаводска Николаю Левину, который тоже участвует в Праймерис. Например, Андрей Макаревич покритиковал власти за то, как обустраивается набережная Петрозаводска, где возводятся непонятные объекты. Вот это что-то такое, я не могу понять даже, сооружение, я два раза к нему подходил. Типа корабля, оббитый фанерой, какой-то пленкой натянута. Вот что-то такое ресторанное напоминает. Ну что это такое? Это лицо Петрозаводска. Я бы, честно говоря, выйдя на берег с любого судна, я бы задумался, стоит ли идти дальше. Николай Левин этот вопрос оставил без внимания, зато искренне огорчился, когда его соперник, бывший военный Анатолий Рождествен, раскритиковал памятник пограничникам на Бульваре Победы. Так это как раз пример Совета. Это придумала общественная организация. Ваши ветераны. И второе, я хочу сказать, этот памятник занял первое место в России. Лучший памятник для пограничников. Кристина Алёхина с возмущением говорила о том, что творится под носом у администрации, которая не принимает должных мер. Что у нас происходит даже в центре города? У нас началось лето. И у нас круглосуточно продают алкоголь. Несмотря на законы, запреты. Алкоголь нашим детям. Вне зависимости от возраста. Вторая представительница прекрасного пола была настроена более позитивно и рассказывала народу сказки. Золушка была умницей? Была. Золушка была красавицей? Была. Золушка была трудолюбивой? Была. А кто об этом знал? Никто не знал, пока она не вышла из-за печки. Потому что еще и мачеха ее золой мазала. Да, мы с Кристиной вышли из-за печки. Значит, нас двое из девяти кандидатов. Так что мы хотели бы, чтобы голос женщин Петрозаводска звучал. Чей голос лучше услышали на этой встрече потенциальные избиратели, они рассказали в перерыве перед голосованием. У них вообще-то военные больше как-то, у них привыкшие к порядку, у них больше они как-то ответственные, больше они произвели, конечно. Каждый кандидат знает, за что он агитирует, знает, на что он идет. И, в общем-то, все выступления мне понравились. Судя по итогам голосования, большинству понравилось выступление Николая Левина. Он набрал 48 голосов. Анатолия Рождествена поддержали 22 человека и вывели тем самым на вторую позицию. Пять голосов ему проиграл Илья Косинков. В Петрозаводске снова охотятся на собак. На этот раз докхантеры разбросали сосиски со спрятанными внутри гвоздями в районе пересечения улиц Промышленной и Правды. Смертельное угощение было раскидано в высокой траве недалеко от студенческих общежитий. Об этом сообщили волонтеры группы помощи животным в социальной сети. Они смогли найти восемь начиненных гвоздями сосисок. Но вполне возможно, что в траве остались еще несколько. Всех владельцев собак просят быть очень осмотрительными, гуляя со своими питомцами в этом районе. Сегодня в Законодательном собрании Республики состоялась коллегия Министерства по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями и СМИ. На заседании обсуждалась стратегия государственной национальной политики. Напомню, 19 декабря прошлого года указом президента России Владимира Путина была утверждена стратегия государственной национальной политики страны до 2025 года. Согласно документу, каждому региону России рекомендовано создать свои комплексные планы на его основе и включить на уровень каждого министерства действующие программы, либо их проекты. Эту работу предполагается провести в течение июня-сентября сего года, после чего комплексный план мероприятий по реализации стратегии государственной национальной политики должен быть утвержден нормативно-правовым актом Республики Карелия в установленном порядке. Летний рыболовный сезон начался, и некоторые любители отдохнуть с удочкой в неположенных местах уже поплатили за это своим уловом. 50 килограммов незаконно выловленной рыбы изъяли госинспекторы рыбоохраны Карелии у нарушителей за прошлую неделю. Общая сумма штрафов составила 130 с лишним тысяч рублей. У браконьеров изъяли почти 100 незаконных орудий лова и даже одну лодку. Всего же по северо-западу сотрудники рыбоохраны изъяли почти полтонны рыбы, а общая сумма штрафов приближается к 500 тысячам рублей. В Петрозаводске продолжается акция улицы Героев. Напомним, ее организаторы – члены общественного комитета по реализации послания президента в Петрозаводске. Они поставили перед собой цель установить семь мемориальных досок на городских улицах, носящих имена Героев Советского Союза. Четыре уже находятся на своем почетном месте. На открытии двух из них побывала наша съемочная группа. Улица имени Черняховского. Сейчас для многих это просто название. Мало кто знает, что дано оно было в честь имени Героя Советского Союза. Причем Иван Черняховский этого звания был удостоен дважды. За личное мужество и умелое руководство западным и третьим белорусским фронтами. Недалеко от улицы Черняховского еще одна улица Героя – Николая Ватутина. Он участвовал в обороне Воронежа в Сталинградской и Курской битвах в освобождении Украины. Был тяжело ранен и звание ему присвоили посмертно. Если люди постарше Ватутини знают, то для молодежи многие вещи, рассказанные на открытии мемориальной доске, были в прямом смысле открытием. Я знаю, что он участвовал в войне, а подробности, конечно, не знаю, но теперь уже знаю. Знаю, что он воевал, но так ничего про него не слышал. Знаю, что Ватутина в честь него названа улица. Напомнить – это главная цель акции «Улица Героев». Кстати, она отнюдь не нова, говорят организаторы. Подобные проекты реализуются во многих российских регионах. Я зачастую имена героев, которые носят наши многие улицы, они почему-то немножко затерялись. Затерялись в историческом, наверное, хаосе, который происходил последние 20 лет. Надо историческую правду восстанавливать. Это нужно для нового поколения. Это нового поколения, чтобы они помнили, что дети породили, чтобы боевали за них, чтобы они жили мирно и счастливо. В ближайшие дни мемориальные доски появятся еще на трех петрозаводских улицах – Чкалова, Зайцева и Лизы Чайкиной. Купить билет в театр, не выходя из дома. Такая возможность появится у жителей Карелии к концу 2014 года. Все городские театры оснастят специальным оборудованием, позволяющим не только заказывать или бронировать билеты – эта услуга есть и сегодня –, но и покупать билеты в онлайн-режиме. Причем сами театры не вложат в это ни копейки. 16 миллионов рублей будет выделено в рамках международного проекта «Карелия Тикет». Подробнее в материале Любови Трофимовой. Дарья уже не первый год учится в Финляндии. Говорит, там онлайн-бронирование развито в большинстве сфер, в том числе и культуре. Билеты она только так и покупает. Но в ее родном Петрозаводске пока эта услуга недоступна. Я приехала два дня назад, я уже знала, что будет концерт, потому что есть в социальных сетях реклама. И в принципе, я бы уже заказала по интернету, и уже сюда приехав, я бы знала, что я пойду на концерт точно. К концу 2014 года такая возможность появится благодаря международному проекту «Карелия Тикет». Как он будет реализовываться, обсуждают в Петрозаводске партнеры из Карелии и Финляндии. Последние поделились опытом. 80% продаж билетов в СОМИ идет именно через интернет. Фина уверена, что и жителям Карелии это тоже интересно. К примеру, в прошлом году было интересное событие. Причем большую часть билетов продали именно через интернет. И большое количество зрителей приехало из России. В Петрозаводске только в филармонии и музыкальном театре система продажи билетов частично автоматизирована. На сайте можно увидеть план зрительного зала, цену за место. Пока, правда, наличие свободных мест не отражается. Поэтому, сетуют кассиры, заказами билетов по телефону есть сложности. В это минус, но в других театрах и вовсе такого оборудования нет, не по карману. У нас ведь коллеги, вы знаете, да, платили большие деньги и устанавливали. Вот в филармонии у нас, например, электронные продажи билетов и в музыкальном театре. А сейчас мы будем приходить в единую систему. И для нас это, конечно, очень большое подспорье в работе. И просто современные методы уже жизни и стиль работы. В рамках проекта всем театрам будет закуплено специальное оборудование, компьютеры, мониторы, принтеры билетные, специальное программное испечение по учету билетов. Создан единый портал, на котором можно будет в любое заведение купить как билет на строгом бланке, так и электронный билет. Онлайн-продажа билетов только первый шаг. Есть более глобальная задача – увеличение каналов продаж. Благодаря современному оборудованию не только мы сами, но и туристы с разных стран смогут заранее приобретать билеты в карельские театры. Также в рамках проекта возле национального театра установят большой светодиодный экран, где будет размещаться информация о культурных мероприятиях по обе стороны границы. Билеты на них можно будет купить в кассовых терминалах. По два таких устройства установят как в нашей республике, так и у наших финских соседей. А теперь коротко о других новостях в республике. Правительство Карелии отстояло постановление по арендной плате за землю в кассационной инстанции в Санкт-Петербурге. Напомним, постановление руководства республики, изданное прошлой осенью и отмененное карельским арбитражем, устанавливает повышающий тысячекратный коэффициент при расчете арендной платы за землю. Состав акционеров Кандапорского ЦБК пополнился двумя компаниями. По сообщению лесного портала Карелии, 18% акций комбината приобрела петербургская компания «Фалькон». Еще 8% купила московская транспортно-логистическая компания «21-й век». Общественники совместно с правоохранителями Карелии обсудили планы своей работы на заседании Общественного совета МВД России в режиме интернет-связи. Открыл заседание министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев. Речь шла о взаимодействии общественных советов регионов. Как сообщили на заседании, Общественный совет при МВД Карелии занимает одно из лидирующих положений среди региональных организаций. Федор Конюхов и Виктор Симонов в путешествие по Гренландии отправятся на новых собаках. Полярники, преодолевшие уже 900 километров по Северному Ледовитому океану, сейчас сделали остановку на канадском острове Вордхант, где и ждут прибытия новых четвероногих питомцев, которых уже приобрели в гренландском поселке Тосилак. Своебразная олимпиада среди людей искусства «Дельфийские игры» покорилась карельской молодежной сборной. Три золотые и две серебряные медали привезли наши земляки, студенты республиканских учреждений профобразования. Примечательно, что молодежные «Дельфийские игры» проходили в этом году в Новосибирске сразу в двойном формате. 12-е российские и 8-е среди стран СНГ. И сегодня наших победителей принимал в Петрозаводске глава республики Александр Батов из зала заседаний карельского правительства. 26 молодых, но очень талантливых ребят представляли в этом году карельское искусство на престижнейших играх в Новосибирске. Рекордная по численности карельская делегация и медалей привезла немало – 5 штук. А студент третьего курса Петрозаводской государственной консерватории Николай Истомин и вовсе в одиночку в номинации «Баян-аккордеон» выиграл сразу и в российских, и международных играх среди стран СНГ. На суд строгого жюри он рискнул представить сложные произведения. Русскую я выбрал Рахманова Сергея Вячеславовича Баркарова. И современный это Кусяков, ростовский композитор. Очень приятная, хорошая музыка, теплая. Карельскому главе также довелось послушать аккорды Рахманиновской Баркаролы. Показали, на каком уровне находится наша культура, наше образование. И то, что из небольшой республики Карелия мы смогли так громко о себе заявить. Это очень высокий показатель вашего желания, вашего участия. Еще одно золото на счету хореографического ансамбля «Студ-дэнс» из Карельского колледжа культуры и искусства. Буквально накануне наша телекомпания уже снимала сюжет про ребят, поэтому мы можем показать фрагменты к выступлению, правда, на другом конкурсе «Студент года». Тогда им пришлось полегче, чем на «Дельфийских играх». Борьба нарастала, у всех горело, все кипели, все переполняли эмоции. Было очень сложно справляться, но стимул к победе все-таки брал верх над собой. Кстати, все сольные победители в той или иной номинации, кроме международного признания, получат грант президента страны в размере 60 тысяч рублей. Правда, к сожалению, коллективных победителей им грант не полагается. Но большого разочарования у карельских триумфаторов эта новость не вызвала. Победа дороже. Финское слово «сатума» хоть один раз слышал почти каждый житель Карелии. У многих оно ассоциируется с музыкой, точнее с группой, которая так называется. О том, что означает странное название и чем живет коллектив, который через полчаса юбилейным концертом отметит свой 10-й день рождения, рассказывает Алена Сянти. В старые времена, когда вся семья кушала за одним столом, и ставили большую кастрюлю с кашей. Там была только каша, но где-то на дне этой кастрюли в каше был кусочек мяса. Тому, кому он доставался, это был тоже сатума. Это какой-то счастливый случай, я думаю. Так что я считаю, что это название нам подходит. Еще слово «сатума» означает попадание в цель, и это тоже соответствует действительности. Композиции группы не оставляют равнодушными любители фолк-музыки уже 10 лет. К юбилею группа выпустила новый альбом. Слова к некоторым песням, рассказывающим о жизни музыкантов и гастролях, Арт-Аринна сочинил сам, чего раньше никогда не делал. По словам участников команды, новый альбом сделан в более живом драйвовом ключе и ближе к фолк-року. И не случайно в записи одного из треков принимал участие легендарный карельский рокер Санту Карху. Как и всегда, музыканты исполняют песни на русском и национальных языках Карелии. В группе все те же. Арт-Аринна, его дочь Эйла Ринна, Дмитрий Демин, мой сын Владислав Демин. И ритм-секция наша, которая нам часто помогает, и на этом концерте тоже будет с нами. Это Игорь Сахаров играет на барабанах в данной остановке. И Артем Мундалов играет на бас-гитаре. В 2003 году идея вовлечь в творческий процесс собственных детей, 13-летнюю Эйлу и 9-летнего Владика, появилась, когда, завершив выступление в группе Мюллерит, музыканты Арт-Аринна и Дмитрий Демин получили неожиданное предложение приехать с выступлениями в Америку. Маленькие артисты родители не подвели тогда, и сейчас, став взрослыми, радуют отцов. А дети вас чему-то учат? Дети нас, наверное, учат все-таки в определенные моменты сдержанности, терпимости. Может быть, помогают нам как-то осознать некоторые моменты совместного музыцирования, общения. Как признали сами артисты, за 10 лет сотрудничества они друг другу надоесть не успели. Кровные узы, дружеские отношения и общий интерес к интереснейшей культуре Карелии – все это их объединяет и держит вместе. Не это ли большая творческая и человеческая удача? Футбольный клуб «Карелия» сыграл в ничью с Костромским «Спартаком». Матч состоялся накануне в Петрозаводске в рамках предпоследнего 27-го тура первенства России среди команд клубов 2-го дивизиона «Зоны Запад». Счет в матче открыл полузащитник «Карелии» Ян Казаев. Нашему футболисту удалось перехватить мяч в центре поля, выйти один на один с протарем гостей и пробить в левый от голкипера угол. После перерыва петрозаводчане продолжали теснить гостей. Однако в одной из контратак Костромичам удалось провести ответный гол. Счет на табло до финального свистка не изменился. 1-1. Последний матч текущего сезона состоится уже в эту пятницу на стадионе «Спартак». Соперник «Карелии» – команда «Вологда». На этом наш выпуск завершен. Смотрите наши новости также в интернете на сайте сампо.тв. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!